В районе улицы Лесопарковая появилась новая дорога, ковровая. Пока протяженность ее небольшая, порядка 100 метров. Но жители планируют принести сюда еще ковровое полотно. Эта дорога не знак протеста местного населения. Она служит скорее для удобства жителей, чтобы легче проехать к своему дому на машине и скрыть имеющиеся неровности. А вот по соседству на этой же улице Лесопарковой, вблизи дома номер 44, дорога оставляет желать лучшего. Жители неоднократно обращались к местным властям. Письма к властям ситуацию не изменили, хотя обращались люди за помощью неоднократно. Вот только одно из писем жителей Лесопарковой. Здесь подписи жильцов нескольких домов, расположенных рядом с разбитой дорогой. Написали депутату Госдумы Красову Андрею Леонидовичу. Все было оставлено в приемной, что принято все с подписьми, все как положено. Но до сих пор никакого ответа мы не получили. Жители Лесопарковой говорят, что если дорогу не сделают, ее выложат коврами в знак протеста. Помимо ковровой дороги в нашем городе может появиться и дверная на улице высоковольтная. Вблизи дома 18, корпус 1. Здесь жители проложили тропинку к домам из дверей. Правда, дорожное полотно с ямами пока не трогали. Но настроение от вида дороги у них такое, что они готовы закрыть выбоины дверьми или досками. Ямы выбоины, проехать нельзя. Я так думаю, что ее делали лет 5 назад. Ну такое качество, что очень плохо. Одни круглобашины ухабы. И в черте города стыдно. Машина все разбивается. Вот видите, одни ямы. А когда вода, вообще тут не проехать ничего. Превратится ли дорога на восковольтной в дверную, а на Лесопарковой в ковровую покажет время. Мы будем следить за развитием событий. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».